Миллиард тенге, который должны физические лица, бывшие клиенты Валюттранзитбанка, бравшие кредиты на бытовые нужды, и еще 5 миллиардов тенге долга от юридических лиц будут возвращены в ликвидационную комиссию уже летом этого года. Такая задача поставлена перед судебными исполнителями. Что будет с долгами покойного Андрея Беляева, который должен 36 миллиардов тенге в сюжете Айнвер Балакешвейн? Не только Валюттранзитбанк должен народу деньги в виде вкладов, но и население задолжало банку. Огромное количество людей в свое время взяли в банки кредиты на бытовые нужды, а возвращать не торопятся. Общий долг по мелким кредитным займам составил почти миллиард тенге. Юрий Пушкарев отмечает, что эти люди не бедные и вполне могут возвращать деньги, но почему-то считает, что с развалом банка никому ничего не должны. Буквально вчера была оплачена сумма по факту задержания машины, то есть с 2011 года должник, имея долг 660 тысяч, не платил. После того, как судебным исполнителям было произведено изъятие, сумма была погашена в полном объеме, санкция была взыскана также в полном объеме. В связи с этим возникает определенная необходимость доведения до всех слоев населения по необходимости полного исполнения своих обязательств предлики комиссии. Еще 5 миллиардов тенге – это долги аффилированных предприятий банка. У многих фирм уже нет имущества, которое они выставляли в кредитном досье в качестве залога. Вместо цехов с годами остались одни каркасы. Судебные исполнители не выбирают, а изымают все, что имеет хоть какую-то ценность. Чтобы хоть как-то продать неликвидные имущества, в департаменте создана отдельная рабочая группа, которая занимается только долгами банка. Юрий Пушкарев тут же при журналистах поставил перед подчиненными задачу – до конца полугодия вернуть долги на 100%. Обращаясь ко всем судебным исполнителям, которые занимаются исполнением, что вот эти оставшиеся миллиард и 5 миллиардов, которые проходят по аффилированным предприятиям, предположительно аффилированным предприятиям, необходимо исполнить в ближайшие, в кратчайшие стошки. Всего на исполнении у судебных исполнителей находится решение судов на 42 миллиарда тенге. Из них 36,5 миллиардов – это долги лично Андрея Беляева. Сейчас судебный исполнитель разыскивает его наследников. При стечении шести месяцев делается запрос о правоприемниках, о правоприемниках непосредственно, в данном случае, Беляева, и в случае их отсутствия будет ставиться вопрос о возврате без исполнения исполнительных документов. Возможно, эта сумма никогда не будет взыскана. Желающих получить рухнувшую финансовую империю, где долгов больше, чем наследство, нет. Айнур Балакешева, Жанайдар Ахимжанов, Дмитрий Полюдов, 5 канал.